Хорошо комплектованы, готовы бороться за самые высокие места. Такими словами, началась традиционная предсезонная встреча хоккеистов с болельщиками. Собрались самые преданные фанаты команды. В их сердцах ещё живо разочарование по поводу поражения в матче с Красногорским Зорким, четвертьфинале Кубка страны. Лучше, наверное, получить по морде сейчас, чем такие матчи проводить потом в чемпионате. Главная цель для команды сейчас – это чемпионат. Вопросы болельщиков на эту тему сыпались один за другим. А порой касались игр и следующего года. Было и немало претензий в первую очередь к руководству клуба. Болельщики хотят вернуть игру на стадион труд. Но Василий Донских заверил, центральный стадион не отвечает условиям нового регламента чемпионата России по хоккею с мячом. Команду не устраивает качество льда, к тому же нет раздевалки. У болельщиков своё мнение – кресло на рекорде неудобный, а ещё негде парковать транспорт. На тот стадион никто не хочет ехать, все хотят быть в центре и смотреть лучше. Это тот стадион неудобный вообще ни с чем, ни машину поставить, ни уехать после него. Всё-таки центральный стадион – это более зрелищий хоккей. Новостей для болельщиков много. Руководство клуба планирует установить на рекорде видеоэкран. Перед домашними играми и в перерывах предполагается показывать видеоподборки лучших голов и наиболее острых моментов с матчей «Байкал Энергии». В составе тоже изменения. Поклонникам хоккея с мячом представили единственного новичка клуба – Кирилла Макасумова. Кстати, теперь игроки «Байкал Энергии» скорее будут не бело-синими, а сине-белыми. Все домашние матчи, согласно регламенту, играть будут в тёмной форме, а выездные – в светлой. Кроме того, у болельщиков появилась возможность наблюдать за игрой любимой команды со своего личного места. В продажу поступили вип-абонементы. И, естественно, новый сезон с новой клубной атрибутикой. В течение сезона, конечно, у нас болельщики, которые постоянно, они уже видят новую атрибутику, всегда покупают её, приобретают. То есть, да, хорошо разбирают. Перед двери чемпионата состоялась не только встреча в режиме вопрос-ответ. Болельщики организовали автопробег в поддержку любимой команды. Такое ралли проводится второй год подряд. Но главное, что объединяет и мастеров, и болельщиков – это игра, за которой болельщики придут и на стадион рекорд. Самое приятное, кажется, будет наша убедительная игра, наша победа. И обо всём это забудется на рекорде, на труде. То есть, мы будем только радоваться своими победами. Теперь за игрой можно будет следить, не выходя из дома. Весь сезон на телеканале «Аист» будут идти трансляции матчей. Следующая встреча болельщиков и команды 23 ноября на стадионе «Рекорд» в рамках чемпионата России. Ирина Гапончик, Александр Барановский. Новости сейчас. Новости сейчас.